здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж мы посмотрим что модно как это носить и сочетать очень популярны в италии в этом сезоне блузы вот с такими широкими рукавами могу сказать что я влюблена в эти блузы они очень красиво смотрятся очень легко со всем сочетаются вот на самом деле с любым низом эти блузы смотрятся прекрасно у меня самой есть подобное в белом и синим цветах и на самом деле не знаю что буду делать когда их заношу настолько нравятся мне подобные вещи платье рубашка желательно имеющие несколько ярусов это самая популярная модель платья в этом сезоне посмотрите насколько любим в италии черно-белый принт мы недавно его видели в украшениях он прекрасно смотрится точнее не принта черно-белая гамма черно-белая гамма очень популярна в италии в каждом сезоне появляется в самом самом начале весны казалось бы должны быть яркие краски но нет черно-белые рисунки в италии очень популярны в прошлом году это был горох в этом сезоне то что-то более геометричное и на самом деле черно-белый принт в италии очень любят топ бюсте редко можно встретить платье бюсте и в особенности вот такую необычную вещь как комбинезон бюсте и тем не менее эти вещи смотрятся очень красиво и необычно кстати комбинезонов в этом сезоне очень много на витрине они представлены не часто но внутри магазинов они действительно самых разных цветах как правило ярких комбинезоны очень красивая необычная вещь если у вас еще нет ни одного обязательно примерьте вязание крючком в этом сезоне очень популярны мы видели большое количество топов также юбок связанных крючком и в данном случае посмотрите интересная деталь небольшой тонкий пояс связанный крючком я думаю кто вяжет крючком может взять себе на заметку и сделать что-то подобное в италии все что делается вручную либо то что очень хорошо имитирует ручной труд всегда пользуется популярностью широкое многослойное платье очень красивая расцветка очень необычный красивый фасон я очень люблю подобные вещи действительно редко можно встретить в продаже когда найдешь можно считать своей собственной фэшн удачи здесь на самом деле я бы убрала третий слой чтобы это платье все-таки было вариации мини кстати я часто так делаю если не могу найти свой идеальный фасон короткого платья я беру подходящие длинные и просто в ателье мне отрезают лишнюю длину обувь на шнуровке популярна мы с вами много раз видели что обувь на шнуровке представлена повсеместно снова платье рубашка интересно что у этого бренда посмотрите предлагается платье рубашка практически без рукавов очень интересная деталь это пуговицы обтянутые той же самой тканью из которого выполнено само изделие такой способ применили очень многие марки я встречала сарафану твинцет с подобными пуговицами и вообще это деталь которая была в этом сезоне распространена смотрится кстати действительно очень красиво и это трудоемко добавляет безусловно цены изделию по крайней мере она выглядит изделие как это принято говорить более дорого ярких брючных костюмов этом сезоне мы с вами встречали в особенности много яркий брючный костюм это очень красиво в этом сезоне каждая сможет подобрать себе любимый цвет и безусловно брючный костюм в ярком цвете это то что позволит вам удачно носить прежде всего брюки яркого цвета которые смогут стать прекрасной летней альтернативой брюкам в белом цвете которые очень популярны которые я лично люблю которые очень любят итальянки но я заметила что брюки яркого цвета смотрятся очень эффектно и их легко сочетать с любым верхом потому что они однотонные и яркие цвета подходят практически ко всем остальным цветам ярким не ярким вышивка очень популярна но пока подобные блузы не вышли на улице итальянских городов от себя могу добавить что подобные блузы будут очень классно смотреться с кожаными брюками либо с кожаными леггинсами я думаю уже многие смогли заметить на стрит стайле насколько в италии любимы и популярны платья макси длина в бельевом стиле ткань все-таки чаще всего с атласным блеском эти платья шикарно смотрятся в движении они шикарно смотрятся именно вне помещения потому что ткань бликует переливается играет и эти платья можно купить за небольшие деньги очень часто при ближайшем рассмотрении швы не такие ровные и красивые как хотелось бы но тем не менее в любом случае эти платья что называется за те деньги которые мы платим мы получаем ровно столько либо даже больше поэтому здесь на самом деле все ожидания абсолютно оправданы подобные платья как нам сейчас показано на витрине можно красиво носить с пиджаком вообще формула пиджак плюс что-то очень популярна в этом сезоне сейчас на наших экранах очень красивое платье необычная зона декольте с геометричным принтом ткань имеет атласный блеск но могу от себя добавить что все-таки в одном цвете то есть без рисунка эти платья смотрятся более эффектно вообще я для себя сделала вывод что именно поэтому не люблю принт принт это много разных цветов в небольшом количестве я люблю когда фигуру человека покрывает в большинстве своем один цвет это очень эффектно очень красиво и пожалуй на данный момент мои самые любимые образы это образы в одном цвете здесь опять же отсылка к началу этого видео например яркого цвета брючный костюм будет смотреться потрясающе эффектно часто мне задается вопрос я на что надеть на то или иное торжество например свадьбу день рождения либо на какой-то праздник я в последнее время всегда советую брючный костюм это отличная альтернатива привычному платью абсолютно любому это очень необычно и очень эффектно вообще тема костюма комплекта очень популярна в этом сезоне на наших экранах фенди предложил нам рубашку и шорты выполнены из одной ткани это безусловно комплект у посмотрите фенди также платье бюсте платье без лямок отличительной особенностью платьев последнее время подобного типа является то что они не имеют вытачек они на самом деле выглядят как задрапированная ткань мое желтое платье с вырезом на одно плечо очень многим понравившиеся сделано точно таким образом она не имеет никаких боковых вытачек и швов обратите внимание на подобные платья они я думаю станут популярны будут появляться в продаже все чаще и чаще эти платья подойдут всем кто полнеет в живот и возможно хочет каким-то образом это замаскировать ну что ж немного что называется тяжелого люкса нам ленту посмотрим на модную хотя под вопросом модная ли но очень дорогая обувь от марки баленсиага знаменитое плетение от ботега вен это кстати нужно отдать должное этому плетению у меня был кошелек и действительно очень хорошо носятся кожа вот подобные жакеты предлагает на мио мио и жакеты в этом сезоне были популярны и были действительно представлены широко подобные есть также у марки гуччи они оверсайзные кажется что их легко совсем сочетать но в примерке они ведут себя достаточно неожиданно они очень и очень взрослят возможно это связано с тем что ткань очень самодостаточная видно что это очень дорого и очень богато и как будто бы добавляет тебе какой-то ненужной солидности витрины christian dior очень популярная сумка christian dior хотя в руках у модниц ее редко можно встретить но тем не менее на фотографиях в различных соцсетях эта сумка встречается наверное чаще всего из всех моделей christian dior очень красивая обувь полине вообще марка полине явилась для меня открытием современная красивая обувь к тому же очень популярны в этом сезоне небольшой каблук примерно четыре сантиметра устойчивый именно в этой марке можно найти действительно обувь для повседневной носки которая при этом будет красивой необычной уже осенние витрины от max mara мы с вами уже видели что max mara предлагает удлиненное худи сочетать мы это будем с чем-то классическим снизу мы уже видели вариант сочетания с юбкой здесь я на самом деле не совсем вижу и помню что же нам предложили снизу и отличительной особенностью max mara является также кожаный плащ который был представлен широко именно в этой марке на самом деле это был тренд и многие марки представили кожаные плащи кожаные тренчи в прошлом сезоне но max mara продолжает настаивать и предлагает нам носить подобную верхнюю одежду и в этом сезоне так вот отличительной особенностью max mara именно этой предстоящей осени и зимы является сапоги они больше не похожи на жакейские макс мара тоже поддерживал этот тренд жакейские сапоги нет они больше похожи на мотоциклетные сапоги у меня на самом деле подобные были моды действительно циклично и могу сказать что такие сапоги они не очень красиво сочетаются хотя аж называется поживем увидим посмотрим может быть в этом сезоне нам предложат какие-то супер удачные сочетания из-за того что сапоги невысокие они на мой взгляд и не так выигрышно смотрятся как вариация на тему жакейских сапог ну что ж мои прекрасные зрители на сегодня это все я с вами прощаюсь мы очень скоро увидимся это была яна скворцова всем пока пока а